По данным исследований, три часа ходьбы с палками в неделю уже могут снизить риск развития сердечных заболеваний. Но для людей далеких от спорта, далеких от ходьбы, вот северная ходьба кажется такой немножечко смешной, и люди сомневаются в ее эффективности. Так ли это на самом деле? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». И сегодня она немножко необычная, потому что в студии у нас не врачи, это спортсмены, физкультурники. Я представляю наших гостей Мария Яблочная, инструктор по спорту Самарской школы Олимпийского резерва номер 2, и Алексей Абрамов, председатель Международной Федерации радиоспорта Рила. Добрый вечер. Здравствуйте. Межрегиональный. Международный. Видите, я вас как повысила. Здорово просто. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Наверняка у вас будут вопросы, вы можете звонить к нам в студию, их задавать. И говорим мы сегодня про северную ходьбу. Ну, сразу, Мария, вопрос. Мы привыкли, что она скандинавская, еще как-то ее, по-моему... Нордическая. Нордическая, да. А сейчас прямо вот она стала северная. Есть какая-то разница между всеми этими видами ходьбы? Знаете, в целом это все равно ходьба с палками. У нас есть разница только в том, что разговорное название это скандинавская ходьба, а северная это по документам в нашем реестре видов спорта. В целом мы вышли, выросли в северную ходьбу из скандинавской ходьбы. Техника практически не поменялась, только усовершенствовалась и улучшилась. Может, какую-нибудь уже самарскую ходьбу внедрить? У вас такой огромный опыт, и столько людей уже занимаются, да? А вот сколько, кстати говоря, насколько это востребовано, насколько популярно? Вообще в Самаре занимается много людей. У меня в группах порядка 40-50 человек занимаются, ко мне на занятия ходят. В Самаре, не знаю, на соревнования приезжают, может быть, 100-200 человек бывает. То есть много людей занимается. Кто-то стесняется, кто-то ходит для себя, кто-то старшего возраста не ездит на соревнования, они занимаются в группах наших коллег-то-бароходов, там тоже занятия у них проходят. Так что много людей интересуются. В основном для здоровья. Но сейчас и развитие спорта происходит, и спортсмены тоже появляются. Ну, то есть можно для здоровья заниматься, а можно и, в общем, в спорт уже уйти, да? Какие-то достижения, ежели кто-то желает. Но сейчас мы поговорим об этом поподробнее. А вот чем все-таки ходьба с палками отличается от обычной ходьбы? То есть вот ты ходишь, ходишь утром, например, гуляешь там своей сколько-то, километр, два-три, кто сколько, взял в руки палки и тоже ходишь. Ну, вроде бы та же самая ходьба. Или что? В чем отличие? Дело в том, что для того, чтобы ходить с палками так, чтобы это было эффективно для нашего организма, нужно ходить правильно, с правильной техникой. И только в этот момент, когда мы используем правильную технику ходьбы с палками, у нас включается 90% мышц. Это грудные мышцы, мышцы спины, руки, плечи, мышцы поясницы. Если ходить просто без палочек, то это работают ноги, ягодичные, тоже поясница, пресс. Но корпус вверх, да, наш не работает. Когда мы берем руки-палки, прорабатывается весь верх. Мария, насколько сложная вообще эта техника? И так вот со стороны кажется, что, в общем-то, ну а что такого-то, ну взял палки и пошел? Чаще всего у нас, к сожалению, пока ходят неправильно, потому что не занимаются инструктором, прочитали что-то в интернете, решили, что все знают, пошли. Но дело в том, что если ходить неправильно, можно себя навредить. Поэтому я активно говорю и здесь, и везде на занятиях, что нужно с инструктором заниматься. А вот как-то так вот. А вот давайте сразу объясним. Я так поняла, что вы всех желающих берете? Да. Кто захочет. Наши занятия бесплатные для всех желающих, для любого возраста. У нас и детки ходят. Ну, с ног где-то лет с 12, интересно, деткам уже становятся помладше, им, конечно, бы бегать еще. У нас и взрослые. Самая старшая у нас 75 лет. Самый младший, занимающийся 11. Ничего себе разброс. Ну, а вообще, вот мы же видим, по улицам ходят бабушки с палочками. В принципе, каждый день можно в любом месте увидеть. И создается ощущение, что это как раз-таки только для людей пожилых. Чаще всего они используют эти палочки для опоры. Мы же даем правильную технику, которая именно задействует нужные мышцы. Если это палочки, которые используются для опоры, по сути, это обычная тросточка. Просто их две. Но если мы говорим о скандинавской ходьбе, о северной ходьбе, то здесь именно включается спортивно-оздоровительная техника передвижения с этими палками. Давайте, к сожалению, мы в студии здесь походить не сможем, но наши корреспонденты приезжали к вам на тренировку, на занятия. Давайте сначала вместе со зрителями посмотрим сейчас сюжет. Людмила Варгальская ведет активный образ жизни. Регулярно занимается скандинавской ходьбой в тренировочной группе. К ней она присоединилась два года назад. С тех пор отмечает улучшение самочувствия. Потому что занятия помогают не только сохранять здоровье, но и поддерживать социальные контакты. Легкость и вообще желание всегда встретиться с девочками, и пообщаться, и ходить. И здоровье, конечно, улучшается. Воздухом подышать. В скандинавскую и северную ходьбу в Самаре преподают тренеры с шор номер два. Полуторачасовые занятия проходят утром и вечером в парках дружбы и победы. Тренировки открыты для всех, от детей до пенсионеров. При минимальных вложениях нужны лишь лыжные палки. Ходьба дает полезную нагрузку, задействуя большинство групп мышц человека. Палки дают возможность нам обрести вторую пару конечностей, как у четвероногих животных. И за счет того, что мы давим палками в землю, наши мышцы напрягаются. И спина, безусловно, мышцы кора, преск, сыны, мышцы зубчатые, грудные мышцы обязательно задействованы. Плечи, руки, все это задействовано. За счет того, что мы включаем верхние конечности в действие. Этот вид спорта рекомендует тем, кто восстанавливается после травм, повреждений или перенесенных болезней. Особенно после коронавируса, потому что мышечная нагрузка в сочетании с чистым парковым воздухом положительно влияет на восстановление работы системы дыхания. Если вы опоздали к началу программы, сегодня мы говорим про северную ходьбу, про скандинавскую ходьбу, про ходьбу с палками, как будет понятнее. И у нас в студии Мария Яблочная, инструктор по спорту, спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. И Алексей Абрамов, председатель Межрегиональной Федерации Радио Спорта Рио. Мы в начале программы решили, что может быть она уже международной скоро стоит. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Можете к нам звонить, пожалуйста, если вы хотите здоровья, хотите быть активными, бодрыми, то наши гости рекомендуют всем присоединиться к такому виду спортивной ходьбы. Алексей, я сейчас хочу сразу представить вас зрителям и представить, если позволите, вот с той прекрасной фотографией, которую мне прислали. Потому что, вот давайте попросим сейчас режиссера нашего показать, вот и слева, и справа это все Алексей, да? Правильно я понимаю? Да, слева это где-то 19-й год лета, а справа это, наверное, 20-й год осень или 21-й год. 21-й, да, 21-й год лета, да. Это 19-й, 21-й год здесь фотографии. Да, ну покажите уже, верните нас в студию, пожалуйста. О, отлично. А получается, сколько времени прошло с вашего левого состояния до правого? Ну, вы знаете, здесь как бы ситуация такая. Я точно знаю как бы стартовую позицию. Это было 103 килограмма, и это был апрель месяц 2020 года. Фантастика. Конец, так сказать, карантина всеобщего по коронавирусу. Как же вы беденький ходили. Вот, я как бы всегда раньше занимался спортом. Спортивная радиопеленгация, охота на лес, ориентирование, много бегал. Вот, после травм определенных постепенно стал уходить на тренерскую работу, и бегать, собственно говоря, сам перестал, так иногда. Вот, ну, естественно, образ жизни есть-то меньше не стал, поэтому вот пришел к чему, к тому, к чему пришел. А вернуться хотелось. Иногда участвуешь в соревнованиях. Ну, ориентирование как бы оно позволяет полушагом пройти дистанцию. Ну, 103 килограмма у меня. Удовольствие получаешь не от ориентирования, а от того, что ты вот эти лишние 25-30 килограмм жира на себе несешь, уже никакого удовольствия нет. И вот что-то щелкнуло, думаю, ну, дай-ка я попробую. Вот. В общем, первая мысль была вообще немножко образ питания поменять. Но если время останется, как бы скажу, что делал. За 10 дней я со 104 килограмм вернулся до 97, или со 103 до 96. Ой, ну это же какой-то рискованный сброс. Нет, но это, поскольку был такой же рискованный набор. Я за карантин, наверное, набрал килограмм 5, поэтому как бы в целом это почти возврат был так же быстро, как и набор. Вот. Ну, цель-то была основная не просто вес сбросить. Цель основная была начать двигаться. Вот. Поэтому как бы немножко питание пересмотрел, ну, оно как-то правненько снижается, а бегать хочется. Но я понимаю, что если те же 90, 90 с лишним, бежать – это конец суставам. Вот. Поэтому здесь как бы с Марией мы давно сотрудничаем, поскольку мы проводим достаточно много мероприятий различных. И по трейлевому бегу, по трейл-раннингу бегу, так сказать, по пересеченной местности, по спортивному ориентированию, по радио спорта. Мария вам посоветовала таким образом. Ну, мы общались, я как бы видел людей, и мы с ней поговорили, я говорю, «Слушай, давай я, наверное, с тобой с палочками похожу?» Потому что понятно, что нагрузка на суставы меньше, а двигаться можно начинать. Я так пешком много очень стал гулять просто, и плюс еще вот с палочками. Вот. В общем, где-то к ноябрю 2020 года, в апреле я стартовал, к ноябрю я планку 80 килограмм в нижнюю сторону переступил. Вы каждый день хотели? Нет, я, ну, пешком просто, я старался максимально ходить пешком. Тем более, как бы, ковидное безобразие транспортом старался вообще общественным не пользоваться, по мере всего возможностей, поэтому ходил много. И плюс, сколько я? Два-три раза в неделю, да? Два-три раза, да, старался приходить на тренировку. Два-три раза в неделю, да, я на тренировки приходил. Вот. Ну, когда ниже 80 спустился, я уже начал потихонечку бегать, и вот сейчас уже, в принципе, разбежался. Вот. Какой, какая циферка-то? Сейчас 75-76. Сброшенных килограммов. Ну, получается почти 30. 30 килограмм. Почти 30 килограмм. Ну, это за год. Примерно год ушло на это дело. Вот, не спеша, так сказать. Вот, я думаю, мы сейчас еще поговорим, все-таки, поскольку у нас программа здоровья, то чем полезна вот эта ходьба людям? Вот смотрите, Мария, вы сказали, что бабушки с палочками ходят, но они таким образом просто приобретают себе опору, техники у них нет. А нужна ли техника, то есть для чего нужно использовать технику? Для того, чтобы наши мышцы правильно работали, для того, чтобы мы выполняли наши целевые задачи, которые мы перед собой ставим. Если мы хотим прокачать мышцы спины, значит, мы используем правильную технику. Если мы хотим подтянуть грудь, особенно девчонкам после ГВ молодым, после грудного скармливания, очень актуально ко мне, приходят молодые девчонки, мы занимаемся, у них улучшается состояние молочной железы, то есть подтягивается, это видно, мужья радуются. Вы знаете, вот вы как раз сказали по поводу бабушек, которые ходят по улицам, да, я вот в парке металлургов регулярно вижу, в 15-м микрорайоне в лесопарке. На самом деле иногда вот хочется даже остановить, иногда даже не выдерживая, останавливая. Вот. Дело в том, что очень распространена практика, когда палками идет практически толчок вверх и удар вверх, то есть идет вот такое вот постукивание палками, ходьба. Это полностью, вот представьте себе, еще палочки вот не карбоновые, а алюминиевые, которые достаточно металлические. Вот эта вся вибрация, весь этот удар от асфальта передается по скелету и вплоть сюда до позвоночника. То есть это люди не здоровье получают, а наоборот могут большие проблемы получить, особенно когда в возрасте там и суставы, и склеротические всевозможные явления, мало хорошего. Поэтому техника правильная, даже не говоря о спорте, о каких-то штрафных очках там, да, или о желании там что-то прокачать, правильная техника – это в первую очередь безопасность и здоровье. То есть неправильной техникой ходьбы можно навредить. На лыжах проще ошибка, все-таки лыжи ты поехал, они смягчают удар и снег. А здесь твердая почва, и если шаг расфазирован с ногой, по сути дела идет забивание палок в асфальт. Ну это вот как вот молотком весь день стучать, наверное, работа не очень полезная, она, наверное, все-таки разрушает организм. Ну вот это вот очень ощутимо, то, что вы сказали, да, конечно, я думаю, что никто себе вред не хочет приносить. Да, еще хочу добавить, что согнутый локоть, как многие ходят, то есть если зрители сейчас успели на сюжет… И из-за этого даже кровь будет хуже в голову поступать. А это мигрени и повышение давления. Когда только начинали заниматься, мне было очень интересно ставить эксперименты. Я приносила тенометр, пульсоксиметр на тренировки. Мы замеряли давление до тренировки и после тренировки. У всех, то есть и у молодых, и у взрослых, у всех разные показатели были. Но если тренировку человек прошел с правильной техникой, давление нормализовалось, как ни странно, хотя нагрузки были немаленькие. Не повышается. Не повышается, оно улучшается, потому что именно расслабляются мышцы шеи при правильной технике, лучше поступает кровь, циркулирует, сердце работает лучше, сосуды работают лучше. Что-то, видимо, происходит еще с дыханием во время ходьбы. Да. Почему считается, что она полезна еще для легких? А как и любые циклические аэробные упражнения, по сути дела, да, знаменитые с советских времен трустоят инфаркта. Это же не просто так родилось, да, бег трустоят инфаркта. Как и быстрая ходьба, как и лыжные прогулки, как и плавание, как и любой циклический вид. Сердце работает, идет дыхание, идет насыщение крови кислородом. Собственно говоря, это обычный, как бы, так сказать, эффект. А здесь еще добавляется то, что задействовано очень много мышц. Действительно, практически это такой, как один наш коллега, бегун сказал, прикольный фитнес. Вот. То есть, работает много мышц, которые, ну, это где? Это надо каким-то образом разделять, да? То есть, я там побегал, потом в спортзале что-то там помахал. А здесь это все в одном флаконе, да. То есть, полчасика северной ходьбы в день. Это уже такое хорошее блюдо для здоровья, да? Возвращаясь к дыханию, вы учите дышать правильно? Стоит отметить, что на низком темпе у нас есть определенный паттерн дыхания. Это два шага длится вдох, мы делаем вдох, это занимает два шага. И три шага выдох. То есть, это достаточно длинный вдох-выдох. Если скорость ускоряется, соответственно, пропорционально мы увеличиваем количество шагов дыхания. Это важно для работы сердца и легких. Ну, это у нас уже спортивная медицина, да, установила такие требования и нормы. И врачи тоже это все рассчитали. Мы пользуемся этим. Ну, я вот, кстати, знаю, что в европейских странах семейные врачи вообще рекомендуют северную ходьбу очень часто, ну, во-первых, для укрепления сердечно-сосудистой системы, в том числе для похудения, но не только. Я еще читала, что очень хорошо пользоваться вот таким видом физкультуры для профилактики развития Альцгеймера и Паркинсона. Вот, честно говоря, я не поняла, какая здесь связь. Если вы знаете, может быть, вы и расскажете. Связь такая. Это когда мы ходим с палками, у нас используется координация. Очень часто, когда люди приходят, особенно сейчас, после ковида, есть какие-то проблемы с центральной нервной системой, они не могут скоординировать себя. То есть у нас руки работают с ногами попеременно. И за счет этого, за счет того, что это высококординационные действия, как раз и идет борьба с Альцгеймером. Моторика. Да, моторика. На тренировках, кроме того, что мы ходим, мы еще выполняем различные упражнения. Тоже нейрогимнастику, это тоже добавляет плюсиков. Удивительно, казалось бы, что особенного, ну, взял и пошел. А давайте про палочки тогда поговорим. Они уже лежат такие красивые. Палочки лежат у нас. Это что-то особенное вообще? У нас палочки используются специальные. Это не лыжные палки. А вы занимающимся, они со своими палками приходят или выдают? Да, они приходят со своими. У меня есть часть палок, которые я могу им дать на 2-3 занятия. Но в дальнейшем они уже покупают свои. Для начала можно. Да, свой инвентарь, все-таки свой инвентарь, нужно подбирать под себя. Ну, конечно. Да, основное это у нас кроссовки-палки, потому что мы ходим ручками и ножками, получается. Но еще раз хочу отметить, что палки у нас специализированные для северной, для скандинавской ходьбы. К сожалению, очень часто людям, которые не понимают в этом пока, что еще вот только начали заниматься в наших магазинах, продают палки для путешествий по горам. Потом они приходят на тренировку. Крекинговые, да. Да, мы не знаем, что с этим делать. Меняем там каким-то образом ручки или просто перепродаем эти палки, покупаем правильные скандинавские палки. Это не лыжные палки. Чем они отличаются? У нас есть гладкая ручка. Вот она, то есть пробочка здесь такая вот пробочка. И самое важное, темляк на липучке, он надевается на руку. Сейчас постараюсь его надеть. А на трекинговых палках нет темляка? На трекинговых палках будет петелька. Просто лямочка. А здесь... Как у лыж. Да. Здесь тоже сейчас на лыжных палках появляются такие темляки. То есть он прям надежно прикреплен. Вот. И что еще у нас? У нас есть наконечник. Здесь он выполнен вот таким образом. И если снять, там острый шип, который позволяет нам ходить по песку, по грунту, по снегу. А резиновый наконечник мы надеваем в тот момент, когда ходим по асфальту, для того, чтобы смягчить удар от постановки палок. Вот. Но тем не менее, это специализированный инвентарь для северной скандинавской ходьбы. И они, я вижу, регулируются еще по длине, да? Эти палки не регулируются, они просто складываются в четыре раза. Это удобно, если вы любите путешествовать, они складываются буквально вот на такую вот длину. То есть вы положили их в дамскую сумочку. Ну, а если они по росту же как-то убирают? По росту у нас есть палочки фиксированные, вот как эти длины фиксированные, но только складные. Есть фиксированные, не складные. Это цельная древка, цельная сама палочка, основа. Есть телескопические. Как раз они по росту и выставляются. Телескопические чаще всего бывают алюминиевые. Ну, для регулярной ходьбы лучше выбирать либо стекловолокно материал, либо карбон или карбон с стекловолокном. Алюминий тяжеловат, алюминий слишком сильно проводит удары. Карбон поглощает, это безопаснее для регулярной ходьбы. Ну, а если прям вот очень хочется ходить, но нет возможности приобрести... Ну, все-таки это не очень дешевое удовольствие. Если брать, например, категорию людей пожилых, почему в ход и идут лыжные палки, но все-таки лыжные совсем не годятся? Совсем. К сожалению, лыжные нам можно использовать только если темляк будет с липучкой, да, то есть типа капкан. Вот только в таком случае петелька нам не подойдет, мы не сможем выполнять технику. Можно, конечно, переделать темляк, то есть если человек рукодельный достаточно, из каких-нибудь там старых перчаток нашить на него липучку, то есть если человек как бы образец взял, наверное, можно придумать, как лыжную палку адаптировать. Вот, то есть тут вопрос, как говорится, цены вопроса, наличие времени, материалов и правильно растущих рук. А почему так важен темляк? Потому что палочка при движении назад, при отводе руки практически отпускается. То есть без темляка она либо повиснет, обратно она будет не вести в воздухе, а волочиться по земле, если она на обычной петельке. Это все, как говорится, дополнительные искажения техники, неудобства создает и, собственно говоря, достаточно попросту. Попробуйте сравнить. Тут даже не надо долго рассказывать. У нас есть определенные правила техники безопасности при ходьбы для наших суставов. И надо понимать, что наша кисть и предплечье, кисть – это часть предплечья, всегда должны быть по одной прямой. То есть не заламывать кисть. Вот это место очень хрупкое у нас. И если это место заломать, да, то есть каждый раз делать вот таким образом, не отпускать рукоятку в данном случае, а петелька не даст нам отпустить рукоятку, палка упадет просто с руки. То мы можем повредить это место, это будет долго болеть, это придется какие-то, возможно, даже лекарства применять. А зачем? Если мы приобретаем правильный инвентарь, выполняем правильную технику и получаем только здоровье. По сути дела, это же эффект шарнира получается. То есть если палку мы просто вцепились рукой, у нас угол меняется, соответственно, рука ломается. А это как шарнир. Палка у нас вот на этом месте, она к руке не жестко привязана. То есть когда ушла палка, мы ее фактически выпустили, и она по ладони скользнула, а темляк не дает упасть. При обратном входе она опять в руку зашла. То есть вот он фактически роль шарнира такого играет. А рука закреплена. Я вас слушаю и понимаю, что при втекажущейся простоте взял палочки и пошел, все-таки лучше бы получить хотя бы какой-то начальный уровень техники со специальности. Да, надо с инструктором все-таки пообщаться. Хотя бы 3-5 занятий. Хотя бы там, да, хотя бы троечку занятий пройти, чтобы показали, чтобы, по крайней мере, скажем так, убрать те грубые ошибки, которые могут навредить здоровью, а не помочь. Потому что вот спортивные ходьбы касались. Достаточно жесткая система оценок, то есть штрафных секунд, которые добавляются участнику за искажение техники. Но это там, как говорится, уже дело в нюансах. Там насколько рука отведена. Но есть настолько, скажем так, неправильная техника, что она уже не о спорте речь идет, а просто, по принципе, не навреди. А скажите, вот я поняла, что какой-то особой физической подготовки для начала занятий не требуется. Можно прийти человеку в любом возрасте, там, с любой выносливостью. Но что является противопоказаниями? А ведь вот очень у многих у нас уже там после 40-50 есть проблемы со спиной. У многих есть проблемы с суставами, с руками. Знаете, безусловно, стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Можно ли им вообще, в принципе, ходить и давать нагрузку на спину. Если, что еще противопоказаниям? Если у нас обострелись какие-то хронические заболевания. Диабетическая стопа, к сожалению, является противопоказанием. Хотя диабет является показанием. Если у нас нет никаких явных, каких внешних проявлений, это начальная стадия, преддиабет, да, то есть, пожалуйста, пусть приходят, это улучшение идут. Лучше проконсультироваться с врачом, но тем не менее, если нет ОРЗ, ОРВИ, температуры, боли в желудке, да, там, еще каких-то таких явных проблем, то заниматься можно. Вы вскользь уже упомянули, что можно не только для здоровья и для физкультуры этим заниматься, но это уже сейчас и переходит в такой серьезный спорт. И спортсмены у вас, насколько я понимаю, тоже есть, да? Да. То есть вот молодежь, наверное, все-таки это мотивирующий фактор, если еще там какие-то спортивные достижения могут быть, соревнования. Да, конечно, это определенно мотивация, потому что сейчас у нас так получается, что люди приходят условно с улицы, либо они травмировались когда-то в своем спорте, и, ну, они помнят этот азарт, и им хочется, конечно, еще участвовать. И здесь они приходят, реабилитируются, могут сначала пройти реабилитацию для себя, а потом уже влиться в этот спорт. Сейчас, вот в зачатках, да, в зарождении, еще можно непрофессиональным спортсменам где-то что-то получить, как-то какие-то медальки свои собрать. Ну, плюс есть много фестивалей, где получают медальки финишеров все, и это тоже мотивирует. Ну, мы массу проводим вообще мероприятия, в частности, наша организация занимается, наш учредитель контора этим активно занимается. Вот. Обычно у нас комплексная программа, вот, ну, в зависимости, конечно, от времени года, от конкретного, так сказать, места там и так далее. Вот, у нас обычно, кроме бега, мы включаем северную ходьбу в программу, там, бывают у нас каникрос с собаками, то есть различные фестивали. И это, понимаете, это не просто соревнования, это большая тусовка людей, которые все, в принципе, скажем так, стараются вести здоровый образ жизни, да, то есть провести выходные. Это же в первую очередь где-то на природе, на стадионе, я чуть не помню, что мы ходили. Да, семьями. Вот у нас, допустим, фестиваль, вот, июньский, там все вообще, там весь комплекс практически всех лесных видов спорта, туда действительно поезжают семьи. Там маленькие дети бегут спортивное ориентирование, у них есть специальный их некороткий забег на 600 метров, пожилые там люди, взрослые, обычно ходят скандинавскую ходьбу, вот, мужики, которые там, и женщины, так сказать, в свете лет бегут длинные дистанции трейловые, там по 20 километров, вот в этом году даже ультра-трейл был 66 километров, у них была дистанция, то есть бежали люди. То есть все в зависимости от уровня подготовленности, но это большая тусовка, это все общаются, это праздник, да, то есть это вот... Не буду, к сожалению, спрашивать вас про питание, какого стоит придерживаться, потому что просто-напросто не успеем, у нас осталось уже полтора минутки, но хотелось бы еще вот какие вопросы. Вообще, как часто, если ты хочешь быть здоров, активен, бодр, как часто нужно это делать? Хотя бы три раза в неделю можно приходить ко мне на занятия, мы будем ставить технику, заниматься хотя бы три раза в неделю. И поскольку вообще желательно в день, ну, часов или километров? У нас занятие длится полтора часа, это разминка, основная часть ходьбы и заминка. Плюс мы используем различные упражнения ОФП, общая физическая подготовка, нейрогимнастика для головы и для ловкости, для координат. То есть у вас не просто походить пришел, а тут все в комплексе? Нет, да, мы в рамках работы в школе много оздоровительных вещей даем. И сейчас начинается зима, вот сначала будет слякать, потом выпадет снег. Все-таки это для лета физкультуры? Все сезонные занятия у нас всегда идут занятия, мы находим чем заняться. Если сухая погода, мы ходим по грунту, если грунт сухой, если влажно, то есть грунт влажный, это асфальт. У нас не пропадают занятия никогда. Понятно. Ну, вот я думаю, что такой первый курс понимания, что такое северная ходьба мы дали. Главное, что можно прийти еще раз, куда? На наши занятия в парк дружбы, в парк победы. В парк дружбы, в парк победы. Я думаю, что это несложно будет узнать. Сейчас есть интернет, соцсети. Благодарю вас за участие в программе и пожелаем всем вместе нашим зрителям здоровья. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»